Почему нельзя закупать все материалы заранее? Часто к нам обращаются заказчики, которые уже закупили материалы и теперь хотят сделать из них дизайн-проект. Конечно же, для опытного дизайнера не составит труда вписать в разрабатываемый интерьер что-то уже существующее. В таком случае, как правило, интерьер начинает строиться вокруг этого самого предмета, что уже не есть правильно. От него во многом начинает зависеть стиль или цветовая политика интерьера. Тем самым вы уже создаете определенные рамки для дизайнера и, возможно, даже для себя. Может быть такое, что придется отказаться от решений, которые вы бы очень хотели видеть на своем интерьере, но из-за этого предмета придется от них отказываться. Если вы уже закупили почти все материалы, то их можно просто сложить, сделать красивую картинку. Но дизайн сделать уже не получится. Представьте такую ситуацию. Дизайнер сложил картинку и вам не понравился цвет ламината, который у вас по всей квартире площадью 120 квадратных метров. А вы его уже закупили. Вам придется пробовать сдать этот ламинат обратно в магазин или же жить в квартире и мириться с мыслью, что она могла бы быть лучше. А также это может быть не только один ламинат. Это могут быть двери, это может быть плитка и прочее, прочее, прочее. Здесь возникает второй вопрос. А где все это хранить? Хранить на объекте, поверьте, не самая лучшая идея, так как рабочие будут переставлять ваши материалы с места на место, и они могут их повредить или разбить. Или самый худший вариант, это просто случайно вынести вместе со строительным мусором. И, конечно же, эти материалы будут очень сильно мешать рабочим, и от этого будут страдать сроки. Поэтому, друзья мои, не делайте такой ошибки, не закупайте материалы заранее.